Сейчас мы с вами находимся в городке с очень сложным названием. Назову его по-немецки Маршалох. И посмотрите, здесь прямо в центре есть статуи кисоньки. Можно, наверное, ее погладить и загадать желание, как обычно, чтобы у моего стичника было крепкое здоровье, и жил он в радости и счастье вместе со мной. И вот, надеюсь, кисонька исполнит мое желание. Чем знаменит этот городок? Рыбой. Я приехала сюда покушать устриц, так как рыбы мне нельзя. Здесь много рыбаков, которые рыбачат на своих красивых цветных лодочках. И, вероятнее всего, и живут на них. Вот это местные рыбаки. Вот, кстати, если загадывать желание, можно кидать монетку. Может быть, мне это сделать, потому что я, по-моему, никогда этого не делала. Какая деловая колбаса поплыла. Красота. Лодки здесь не только в воде, но и на берегу. Ждут, наверное, своего звездного часа или реставрации. Очень много французской речи, что приятно моему слуху после Австрии. Очень много французской речи. Очень релаксирующая атмосфера здесь. Уточки плавают. Лодочки пошатываются. И пахнет рыбой. И морепродуктами. Нагоняет аппетит. Я вам не могу передать, какая здесь расслабленная атмосфера. Все в таком релакс-режиме. И все так красиво. Только вот бангладешцы или филиппинцы, не знаю, кто они, в рабочей атмосфере. Работают. Не покладают рук. Ах, красота. Вот смотрите, кстати, здание продается. Вот там за лодкой написано «For sale» и телефонный номер. Эти лодочки ждут своего звездного часа. Ну что, можно бесконечно наблюдать за тем, как кто-то другой работает. Ах, что мне предстоит всего лишь через неделю. Пока я прогуливалась по набережной, поняла, что до этого пляжа можно поехать на лодочке. Вот как раз набралась группа. На них на всех ходили спасательные жилеты. И они поплыли. А этот знаменитый пляж находится вот там за бугром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дилемма. 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 В общем, красивое место. Ничего не скажешь. Атмосферненько. Ну все, он обвалил народу. Релакс закончился. Очень интересно. Но спуски неплохие. Видите? Даже есть лестница, чтобы спуститься. Не обязательно прыгать. У меня складывается впечатление, что эти кусочки упали откуда-то вот отсюда. И вот там уже такие трещины нехилые. Ой, я бы не рискнула там ходить. Выглядит как слоеный пирог. Смотрите уже сколько кусков отвалилось. Здесь. Конечно, выглядит это все необычно, но в то же самое время опасно. Вот таким образом там опаривают соль. Не знаю, насколько старые эти соляные ванны. Но их здесь, как вы видите, много. Там живут крабики. Крабики, крабики. Ну прикольно, сколько у них домиков. Я очень рада. А вот и лодка с маршалоха. Молодым, конечно, не холодно. Нет, вода не холодная. Но ветрище. Ветрище. Видите, все в кухню ходят. Очень сильный холодный ветер. К сожалению. Бассейн Святого Петра. Забыл вам даже сказать, как называется это место. Девчонки классно пристроились. Как сейчас на закате все заиграло. Другими красками. Более яркими. Более красивыми. Ну что. На старт внимание марш. Ну давайте, прыгайте быстрее. Очень холодно. Даже ждать вас холодно. Что-то мне не верится, что они будут купаться. Вот так разделись. Для приятного время проведения. По-французски говорят. Французы. Ну хотя у французов уже океан. Может они привыкшие. Ну культурно правильно. Надо с лестницы спуститься. Все по-культурному. Сейчас будут кричать сто пудов. Тут уже целый кинотеатр зрителей собрался. из-за ее купальника. Из-за ее купальника. Я же говорила. Сейчас будут кричать. Надо немножко попозировать. О, это все? Помыла шейку? Да ладно, покажи свой французский нрав. У кактусов уже начинают цвести фрукты. Видите? Немножко мальтийских цен напоследок. Вот эта огромная чашка капучино. Называется медиум. Медио. Ну, вот этот кусочек хлеба с ванилью стоит 4 евро. Так что, как попадешь.